Юным авиамоделистам повезло с тем, что сегодня сильные порывы ветра. Они помогут держать их самолеты в воздухе и приблизить заветную победу. Андрей Русяев занимается авиамоделированием уже 6 лет. Рассказывает, любит делать все своими руками. На соревнованиях в Самарской области уже несколько раз занимал третье место. Сегодня настрой только на победу. Модель есть. Собрал, все посмотрел и пошел на соревнование. Планирую победить. У Ильи Лепатова соревнования не задались еще до начала. Его модель сломалась, и он пытается устранить неповадки. Случилось такое несчастье. У нас сгорел штекер. Я думаю подождать тамерщиков более высшего класса F1C. У них, ну, должны быть запасные детали. Порядка 50 школьников съехались со всей Самарской области на аэродром под Смышляевкой, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Ребята сами проектируют и конструируют авиационные модели различных классов. Например, свободно летающие. При изготовлении модели ребятам приходится осваивать разные навыки. Учиться работе с различными инструментами, постигать технологии сборки конструкций, запускать модели и выступать с ними на соревнованиях. Сначала строят картонные модели. Затем по ним изготавливают деревянные или из современных материалов – стеклопластика, углепластика, кевелара. В итоге размах крыльев некоторых моделей достигает двух метров. Ну, для этого надо тренироваться, тренироваться, тренироваться. Или, как мы говорим, летать, летать, летать. Это не значит, мы сами летаем. Мы модель запускаем, но мы говорим, что мы летаем, я летаю. Открытые соревнования Самарской области по авиамодельному спорту в классах свободно летающих моделей проходят ежегодно. На них участники выполняют нормативы и получают спортивные разряды, которые дают возможность выступать на всероссийском и международном уровнях. Никита Борисов, Константин Головин. События.